моя вторая попытка покупки диктофона вот так выглядит коробка коробка маленько помятая я ее забирал с выставки витринный образец моделька ICD-PX440 и вот как он сам выглядит инструкцию я не читал визуально включаются достаточно быстро две батареечки мизинчиковый что мне не очень нравится это выдвижной usb разъем то есть то что торчит она всегда имеет риск обломиться и он стерео кроме этого имеет возможность подключения наушников и внешнего микрофона блокировка также можно ставить micro sd для m2 своей памяти у него 4 гигабайт но пишет неплохо я уже потестировал маленечко тестировал я вот с этой гарнитур гарнитуркой говорю петличным микрофоном 610 рублей давно у меня валялся без дела после покупки первого диктофона который как бы была изначально не очень удачной и я его сдал по гарантии и вот спустя несколько месяцев опять все таки решился потому что проблема со звуком который наблюдается во время записи на работе из-за того что шумы большие даже используя вот этого петличный микрофон и все равно большого успеха не достиг и было решение купить опять диктофон выбор фон на эту сонку то это на четыре с половиной тысячи по отзывам вроде люди неплохо отзываются и вспомню про петличный микрофон вот такой колхозный сделать как его защита от ветра чуть позже я покажу вам тесты которые я проводил на работе и на улице провод очень длинный и поэтому скотчем смотал ну а теперь давайте посмотрим то есть сегодня провожу ты записи на диктофон используем петличного микрофона на которую пределам колхозная ветрозащита оборудование работает мой станок работает соседний станок работает работает мойка и работает человек еще пневмоинструментом сейчас я свой станок включу и посмотрю как будет качество записи звука от того качество которое я использовал при при применении петличного микрофона подключенного непосредственно к моему айфону то есть я при монтаже звуковую дорожку заменю оригинально звуковой дорожкой который сейчас у меня пишется на диктофон потому что я сам понимаю что качество звука вообще не выдержит никакой конкуренции и за счет этого я думаю ситуация справится кардинально а мне нужно будет еще пошариться настройках диктофона чтобы подобрать оптимальные параметры которые мне позволят писать максимально чистый звук сейчас битрейт 192 максимальный и чувствительность микрофона низкая я пробовал ставить высокую но там получалось он пишет все звуки которые ему доступны а мне это не нужно мне нужно чтобы он писал только мой голос по возможности и я в этом случае получая максимум свободы потому что я не привязан длиной провода от петличного микрофона которым я подключал смартфона то есть я могу перемещаться хоть вообще уходить от станка и потом при монтаже просто заменить звуковую зароску как я и говорил я очень надеюсь что результат будет положительным потому что из-за отвратительного звука мне и самому уже неохота снимать такие ролики а вам я думаю смотреть их тем более не хочется бюджет у меня ограниченный поэтому приходится колхозить таким образом но я имею ввиду петличный микрофон он откровенно дешевый стоит порядка 250 рублей и пока отдать деньги за более дорогой я не готов ну я думаю достаточно сейчас я остановлю запись я работаю с записи на диктофон используем петличного микрофона на котором пределом колхозной ветрозащиты оборудование работает мой станок работает соседний станок работает работает мойка и работает человек еще к нему инструментом сейчас я свойственно включу и посмотрю как будет качество записи звука от того качества которое я использовал при при применении петличного микрофона отключенного непосредственно к моему айфону я при монтаже звуковую дорожку заменю оригинально и звуковой дорожкой которая сейчас у меня пишется на пиктофон потому что я сам понимал что качество звука вообще не выдержит никакой конкуренции и за счет этого я умею справиться кардинально но мне нужно будет еще пошариться настройках диктофона чтобы подобрать оптимальные параметры чтобы подобрать оптимальные параметры в которых не позволит писать максимально чистый звук сейчас битрейт 192 максимально и чувствительность микрофона низкая и заключительный тест на сегодня это на улицу на ветер сегодня 2 мая у нас выпал снег и холодильник сейчас я пойду как раз там где кусты шатаются трава и посмотрю как колхозная ветрозащита помогает вот самый ветер здесь капец снег это вообще так ужас сибирь все я думаю достаточно мне холодно можете посмотреть ветер какой выключая запись и заключительный тест на сегодня это на улицу на ветер сегодня 2 мая у нас выпал снег в холодильник сейчас я пойду как раз там где кусты шатаются трава и посмотрю как колхозная ветрозащита помогает ну это смех это вообще так ужас сибирь все я думаю достаточно выключаю